Продолжение следует... Ваша работа строится, работа тренерского штаба сборной в этих условиях, когда практически полный карантин. Добрый день, всех приветствую. Понятно, ситуация нестандартная, но на отдаленке работаем, когда надо, встречаемся. Вот видите, сегодня мы здесь, потому что необходимо здесь приехать. Вот так мы и раньше это делали, переписывались или перезванивались. Поэтому, по большому счету, ничего не изменилось. Другое дело, что есть меньше информации, игр нету. И анализировать, по большому счету, есть только прошедшие матчи. Сейчас был бы сбор, совсем скоро были бы уже матчи Швеции, Молдавии. Был бы сбор. Понятно, что мы скучаем и по футболистам, и по играм. Убежден, что и болельщики наши по нам соскучились. Но раз ситуация такая, значит, ее надо принять и максимально выполнять те пожелания или требования, как хотите их называйте, которые нам предписывает и медицина, и, естественно, правительство. Как вам кажется, когда все будет постепенно уходить на спад, и когда сборная России, в частности, сможет, наконец, сыграть? Ну, есть рекомендация у ЕФА, что вот июньский сбор с 1 по 9 июня должен был состояться. Ну, посмотрим, стартуют ли чемпионаты в странах или нет. Вот видите, у нас до 10 числа перерыв, в других странах практически то же самое. Надеемся, что спад вот этого вируса начнется, и тогда мы можем опять вернуться в нормальное русло. И вот те сборы, которые нам предписаны, сделать, потому что, опять же, и нам хочется. Это с одной стороны. Другое дело, что необходимость у ЕФА есть, потому что 4 команды еще не определены. Те, которые будут на Европе играть через Лигу наций, и у них вот эти стыковые матчи, и они должны состояться, чтобы наконец-то понять, кто будет играть. Вообще, чемпионат Европы – это беспрецедентная история, перенесен. И я думаю, что вы, как и все, кто любит футбол, конечно, тоже по этому поводу переживаете. Ну, мы переживать-то не можем, потому что раз инструкция есть, значит, ее надо выполнять. Нам надо будет пересмотреть нашу подготовку, посмотрим, когда мы начнем. Ну, много нюансов, которые за 5 минут не расскажешь. Хорошо, давайте к вопросам наших болельщиков перейдем. Надежда Лукьянова спрашивает тоже про коронавирус. Насколько вам удается следовать рекомендациям врачей, в частности, носите ли маску, может быть, в обычной жизни? Как часто моете руки? Ну, руки я и до этого часто мыл. Маску я вот вчера надо было выйти, маску я одел первый раз за всю. 56 лет прожил, первый раз ее одел. Ну, раз рекомендация есть, ну, почему я должен пренебрегать? Ну, естественно, тебя видят. Это личный пример, как метод воспитания, что ли. Вот так, вот я сегодня сюда приехал из дому, ни с кем не пересекался, поэтому его не одевал. А вам Эдуард Безуглов, врач сборной, говорил какие-то, может быть, персональные вещи? Персональных нет, но вот сегодня сюда ехал, я с ним попереписывался, узнал ситуацию, какая она есть, как наши игроки. Отчет он полный прислал, у нас все здоровые, ни одного футболиста нету заболевшего, поэтому это нас только радует. Поэтому и оптимизм есть, что, возможно, стартанем в то время, которое вот сейчас обозначено. Следующий вопрос, Саша Кокоева задает уже про футболистов в сборной. Кто из новичков в сборной вас приятно удивил в последнее время, как человек и как игрок? Ну, не знаю, что он имеет в виду новичков. Так, раз мы их в сборную вызываем, значит, они нас и как люди, и как спортсмены устраивают. А так, кого-то выделять, наверное, вот сейчас сходу я не скажу. Ну, вы же, наверное, все-таки не так хорошо, может быть, знаете, как людей их, когда вызываете, а потом уже в процессе сборов начинаете общаться. Не знаю, с тем же Соболевым, допустим, который сначала просто вы за ним следили, потом, наконец, вызвали. Ну, должен сказать, что тот же Соболев был один раз, и опыт подсказывает, что с первого раза практически никто не раскрывается. Поэтому иногда надо дать время, и чтобы сейчас я не был голословным, и ничего не сказал, о чем я потом буду жалеть. Лучше я промолчу и вот горю искренне, если бы кто-то что-то сверхъестественное сделал, в моем понимании, я бы это сказал. Но на сегодня этого нет. Следующий вопрос Дмитрий Данилов. Спрашивает Зелимхан Бакаев и Александр Головин, могут ли они вместе играть в сборной? Он считает, вот, Дмитрий, что было бы неплохо как в атаке, так и в обороне. В клубе нет, потому что один в Монако, другой в Спартаке, это исключено. А в сборной они могут играть. Мы играли вот сейчас в Сан-Марино, они вместе на поле были, поэтому ничто не возбраняется. Другое дело, что иногда бывают игры, когда нам четко надо понимать, смогут ли они вместе, какую пользу они принесут, что за соперник, возможность такая есть. Ну, много нюансов, которые всегда надо учитывать. А так, мы рады, что у нас, видите, вы сейчас назвали двух игроков, которые по 23 года исполнилось. Это радует, что есть у них еще и потенциал, который они должны раскрывать. И надеюсь, что в этом плане у нас будет плюс. Бакаев очень круто начал вот эту часть, которая была после зимы. Как вам кажется, можно назвать его одним из лучших футболистов чемпионата на данный момент? Думаю, что у нас много игроков, которые проявляют себя. Другое дело, что я вот в последнем интервью тоже это сказал, что есть качество, которое он проявляет. Ну, надо определенную стабильность. Не просто в течение сезона, но иногда даже в данной определенной игре бывают моменты, когда между гениальностью и провалом полшага. Поэтому он парень с определенными способностями. Я талант, слово, никогда не употребляю, которые надо развивать и над которыми надо работать. Думаю, что он на правильном пути, и теперь все это надо только прибавлять и прибавлять. Вы талант никогда не употребляете. Вы считаете, что этим можно испортить человека, да? Если ему говорят, что он талантливый, значит, он заранее засвездится. Да, да. Талант – это такое подозрительное слово. Это как будто оно у тебя есть, и оно у тебя и будет, да? А способность – это то, что ты должен развивать или развиваешь. Ну, не знаю, мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь. Следующий вопрос. Уже далеко смотрят болельщики. Тимур Ахманов спрашивает про подготовку к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Перенос евро. Соответственно, евро будет в 2021 году. А чемпионат мира вообще ожидается осенью и зимой 2022 года. Вы пытаетесь так далеко в будущее заглядывать или пока все-таки… Честно говоря, нет. Потому что это тот… Вообще, я изначально никогда не заглядываю на какие-то там… Как говорил Николай Петрович Старостин, барьерист должен думать о первом барьере. Думая о последнем барьере, ты на первом можешь споткнуться. Поэтому, понятно, мы какие-то стратегические вещи изначально разрабатываем, но потом начинаем концентрироваться на так называемом первом барьере. Вот мы ждем, что сейчас будет в июне состоится сбор или нет. Это раз. Во-вторых, надо подождать, что у нас будет. Вообще два. И от этого будем исходить. Ну, про Катар, наверное, говорить рано, потому что мы даже не знаем, кто у нас в группе. Отборочные матчи. Ну, много нюансов. У нас чемпионат Европы. И вот задача в той ситуации, которая сейчас у нас есть, правильно к ней подготовиться. А Катар – это пока далекая история. Если его интересует Катар как страна, был там два последних года. Страна развивается. Между прошлым и этим годом большая разница. Много настроек. Ну, видно, что готовятся и стадионы уже строят. Так что, думаю, что в этом плане они на правильном пути. Еще немного о футболистах сборной. Полина Нурумова спрашивает, какая позиция, на ваш взгляд, наибольшим образом укомплектована в сборной. Где вам кажется лучшая конкуренция? Ну, конкуренция практически есть на всех позициях. Другое дело, что есть конкуренция внутри команды, есть конкуренция между командами. Если внутри команды все-таки, конкурируя с бельгийцами, немцами, итальянцами, испанцами и так далее, вот здесь мы должны сравнивать. А не то, что только у нас внутри происходит. А так и молодежь растет. Мы практически никогда не отворачиваемся от тех, кто себя проявляет. Поэтому в какой-то степени иногда и искусственно эту конкуренцию создаем. Следующий вопрос. Эмиль, без подписи с фамилией, спрашивает, мне кажется, такой глобальный вопрос, на который можно написать кандидатскую диссертацию. Как можно у молодых футболистов воспитать настрой на победу и дух победителя? Ну, воспитать можно и привить. Можно изначально то, что у него есть внутри. Если у него есть внутри, это можно развивать. Если группа крови не соответствует тому вопросу, что он ставит тогда, наверное, это сложно. Это как скорость. Если скорость есть, она есть. Ее можно чуть-чуть улучшить. Но из медленного игрока, скоростного, ну, скажу по-кавказски, из клячи никогда скаковой лошади не сделаешь. Поэтому так же, как и скаковую в клячу тяжело превратить, так и здесь. Если группа крови соответствующая, значит, она будет и сама бурлить. Ну, естественно, если будет рядом тот, который тебе еще и правильные вещи будет говорить, значит, это будет вдвойне плюс. А так, понятно, проигрышами, менталитет победителя, наверное, тяжело воспитать. А у вас было такое, что при прочих равных вы предпочитали человека, как раз в котором, как вам кажется, этот дух победителя есть? Ну, мы на это очень внимательно смотрим. И часто и ваш брат, и вы, наверное, в частности, иногда себе вопросы или вслух, или, как говорится, у себя на кухне задаете, почему того или иного игрока нет, он же вот так хорошо там и так далее. Ну, это тот случай, когда нам надо внимательно наблюдать, и вот то зерно, о чем вы говорите, надо выявлять. Потому что стоять под флагом и гимном не каждому дано. Быть хорошим футболистом, соответствовать определенному уровню, это совершенно разные вещи. И большие турниры на ваших глазах, наверное, в больших турнирах многие футболисты вдруг почему-то теряются. Это из той серии. Одним словом, стараемся разглядеть породу. Будем надеяться, что будет получаться. Елизавета Новикова спрашивает. Интересная тема. Некоторые клубы разрешают футболистам слушать музыку во время тренировок. А как вы к этому относитесь? Считаете ли, что отвлекает, расхолаживает или, наоборот, настраивает ребят на правильный лад? Ну, я, честно говоря, вопрос, наверное, недостаточно правильно сформулирован. Потому что во время тренировки как можно слушать? Ну, вот когда бегают, например, по кругу, кто-то просто бежит, а кто-то с наушниками. Ну, честно говоря, у нас это не практикуется во время тренировки. Я ни разу не видел. Может, когда кто-то индивидуально сам бегает. Здесь я, как говорится, не могу влиять. А так, у нас музыка приветствуется. Мы на игру, когда едем. Я сам говорю, включите что-то, чтобы мы не в темноте, не в тишине ехали. Иногда легкая музыка бывает. Ну, и в раздевалке у нас, когда мы приезжаем, у нас тоже музыка включена. Поэтому мы в этом плане современные, что ли. Я думаю, что и они сами музыку себе подбирают. А та, которая им сейчас, видимо, нужна для настроя. В этом плане у нас ограничений нет. А у вас какой музыкальный вкус? И, кстати, и футболисты, кто слушает общую музыку во время перед игрой. А кто-то вот у себя в наушниках ходит. И в этом плане это меня не раздражает. Какой у вас музыкальный вкус? Что любите? Музыкальный вкус? Вообще, иногда случайно что-то услышишь, и оно тебя цепляет. А так, стараюсь и Валерия Бесалча навещать. И Мацуева нашего. Потому что классика, она есть классика. Она, с одной стороны, успокаивает, с другой, развивает. Ну и когда общаешься с ними после или перед концертом, это тоже дает плюс. Двигаемся дальше. Александр Иваскевич спрашивает, что можно позаимствовать из советской школы футбола для улучшения игры сборной России. Вы советскую школу застали? Я не только застал. Я с 15 лет начал, с 15, 15, 16, 17 до упора во всех сборных. И СССР тоже. Поэтому знаю, что это такое. Что надо взять. Я думаю, дисциплину и физическую готовность. Все остальное потом можно на этой базе, можно и тактику, и технику развивать. Интересно. То есть, на самом деле, российская школа продолжает советскую школу, я так понимаю? Ну, во всяком случае, на ваших глазах, мы на это обращаем большое внимание, чтобы и физическое состояние было соответствующее, ну и команда выглядела дисциплинированно. Следующий вопрос от Виталия Матвеева. Сразу несколько форвардов в нынешнем межсезонье поменяли клубы. Камличенко, Смолов, Соболев, Кокорин. Действительно. Могу здесь еще и Игнатьева добавить. Да. Хотя он, в общем, не был в обойме в последнее время. Но, тем не менее, что вы можете сказать об этих переходах и как оценить игру за новые клубы в этих матчах в феврале и марте? Ну, жалко, что вот этот перерыв наступил. И, наверное, сложно пока оценить их состояние в новых клубах. Хотя все играют старательно, все стараются себя проявлять. Со Смоловым я буквально позавчера разговаривал. Узнал, как его здоровье. По мне, да. Вообще-то, ну, человек сидит на карантине. Сказали, в Россию не полетишь. Но дело в том, что мы на эту тему разговаривали. И то, что плохо, я его спросил, там кто-то рядом есть, он там один. Наверное, еще сложнее, поэтому, наверное, звонки из России его в этом плане поддерживают. Ну, мой звонок, наверное, не исключение. Ну, постараемся с ними быть на связи. Я и Безуглова предупредил, и им сказал, что любой вопрос на любом уровне, пожалуйста, и Саша Головина, и Кудряшова, и Черышева со всеми переговорил, чтобы они звонили, не стеснялись, и на любой вопрос мы постараемся найти ответ. А так, вот Камличенко перешел, уже гол забил Соболев. Правда, пока не отличился, но старательно играет. Посмотрим, еще раз говорю, для каждого из них это следующий этап. И кто как себя проявит, ну, здесь свое решение они приняли по той или иной причине. Ну, теперь, значит, надо отвечать. Вот Кокорин забил за Сочи уже не раз, и вообще очень здорово выглядит. Как вам кажется, он вообще как-то поменялся после всей этой истории? Может быть, разговаривали уже с ним? Я с ним не разговаривал, мой номер не менялся с этого времени, не знаю, как у него. Я уже не раз сказал, и сейчас могу повторить. То есть, был большой перерыв, что в футболе у него, со сборной тем более. Поэтому теперь задача восстановить свои качества, проявлять свои лучшие качества. Опять же, убедить вообще всех, что он готов уже, созрел для следующего шага. Потому что то, что с ним случилось, наверное, не красит ни его, ни вообще спортсмена. Ну, раз случилось, значит, случилось свое. Он, как говорится, уже ответил он за этот проступок. Теперь будем смотреть, что дальше. Еще раз говорю, ну, на сегодняшний день мы без него обходились. И теперь его задача, ну, проявлять свои качества, чтобы стать для нас опять важным игроком. Потому что все, что у нас есть, пока было без него. Правильно понимаешь, что если бы сейчас был сбор, и вы бы видели, как играет Кокорин за Сочи, вы бы его не вызвали на Сочи? Я бы его не вызвал. Это важно. Мамаева тоже, естественно. То же самое. Но его у нас ни разу не было, поэтому я его знаю в меньшей степени. Окей. Следующий вопрос от Кирилла Олейника. Ностальгия. Опишите ваши эмоции в момент сейва Акинфеева в матче 1-8 финала Чемпионата мира с Испанией. Эмоций как таковых нет. Единственное, первая мысль, ну, пошел готовиться к следующей игре. А вы побежали? Помните, тогда все побежали праздновать? Я подошел к тренеру, поблагодарил, обнял и пошел в развелку. Вы какой-то просто человек-терминатор, Санислав Саванович. Ну, как же так? Вся страна там просто с ума сошла, оргазм. А вы пошли готовиться к следующей игре. Страна с ума сходила в хорошем понимании. Главное, чтобы главный тренер не сходил с ума, потому что это к добру никогда не приведет. Надо все время быть сконцентрированным на своей работе. Ну, когда все закончилось, тогда можно и порадоваться, и попереживать. Хотя слово «переживать» наверно главному тренеру не должно относиться. Как только главный тренер начинает переживать, превращается в болельщика. Поэтому переживать запрещено. Нельзя. А когда был последний момент, когда вы очень сильно радовались? Так, что прям вот почти побежали тогда к трибуну. Ну, это как-то у каждого свое. Я не помню, чтобы я вообще куда-то когда-то бежал. Будем надеяться, что все еще впереди. Правильно? Следующий вопрос. Александр Петров. Хотя первое чемпионство за рубежом в Австрии, вот тогда, по-моему, меня чуть-чуть понесло. Причем трезвого. Так это нормально. На поле-то все сначала трезвые. Да, вот сейчас я вспомнил, что там было чуть-чуть сумасшествия. Хорошо. Найдем эти кадры. Александр Петров спрашивает, надеюсь, что не актер, который сыграл Эдуарда Стрельцова. С чем вы связываете тот факт, что с чемпионатом мира сейчас у вас осталось меньше половины команды? Потому что ведь преемственность очень важный фактор для сохранения атмосферы в сборной. Ну, преемственность это автоматически означает, что ты кому-то передаешь. Да? Или ну вот, значит, те, кто был, преемственно передают. Или как это правильно по-русски сказать? От отца к сыну еще бывает. Ну, а так я часто застряю на этом внимании, потому что есть сборная, есть текущий момент, есть игра, соперник, которому надо готовиться. Мы не просто же в сборной просто готовимся, а бывает соперник, которому вот этот футболист должен ту роль выполнить, которая в этой игре необходима. А так, естественно, любого тренера спроси, он тоже скажет, что лучше иметь все время одних и тех же, которые все уже знают, что надо делать, и они это делают, и ты меньше времени на какие-то вещи тратишь. Другое дело, что, ну, спорт, а спорт высших достижений, ну, здесь, ну, не может бы такого быть, что абонементы выдали, и вот с абонементами, как говорится, ходим. Есть конкурентная среда, где ты должен свои лучшие качества проявлять, а наша задача тренерского штаба, и моя в частности, ну, ничего не пропускать, потому что эмоциональный фон должен быть в любой команде, а в сборной, наверное, еще на порядок выше, чтобы не было какого-то застоя. Понятно, что мы искусственно ничего не делаем, кто-то травму получает, кто-то заканчивает по той или иной причине, кто-то хочет, но не может, кто-то может, но не хочет до конца, поэтому нам вот этот шпагат определенный надо всегда делать, чтобы правильных игроков подобрать. А так, вы это видите, на последнем сборе у нас было, если мне память не изменяет, 14 клубов представлено. Ну, это реальная сборная России. Кого из тех, кто закончил карьеру после чемпионата мира, вам больше всего не хватает в сборной? Мне не хватает их всех. Мы периодически иногда перезваниваемся, естественно, когда есть причина или там день рождения, еще что-то, мы не теряем контакта, поэтому с Игнашевичем буквально на сборах там попереписывались, как там у него работа идет, там Акинфеев, Самедов, там, ну... Вот я просто помню, когда Жирков вернулся, мне кажется, это прям вас очень порадовало, потому что он как раз тот человек, который эту преемственность создает. Когда кто-то возвращается, это значит, что он уходил. А так как Жирков никуда не уходил, значит, он не вернулся. Все-таки он говорил, что я больше не буду играть. Ну, знаете, Юра, с одной стороны, спокойно, а с другой стороны, в этом плане, он про эмоции там сыграли роль, потому что у него была травма, и он не мог играть, и поэтому, как бы, так сказал, на самом-то деле это так эмоциональный был высказывание эмоциональное. А так мы с ним, после того, как он восстановился и начал играть, я слетал в Петербург, посчитал нужным, что по телефону такие вещи, наверное, неправильно обсуждать. Мы хорошо посидели, пообедали, врать не буду, не вспомню, кто платил, честно говорю, за обед. Ну, и потом мы получили опять Юру. Моя задача и задача трейерского штаба максимально ситуацию оценивать и правильные слова находить. Юра, как вы говорите, вернулся, хотя он никуда не уходил, забил решающий гол в Шотландии. Ну, это большую пользу нам принес. Поэтому мы его ценим и как игрока, и как человека, и мы не хотели бы, чтобы он нас покидал. Еще к теме молодежи вернемся. Дмитрий Трошанин спрашивает по поводу игроков молодежной сборной, которые здорово выглядят. Максименко, Сафонов, Дивеев, Сулейманов, Обликов и другие. Вы говорили не раз, что они нужны там, молодежной сборной, поэтому вы их не выдергиваете. В частности, когда про вратарей, например, обсуждали. Как вы определили себя, когда вот этот шаг нужно сделать вперед, в национальную команду? Ну, вот смотрите, мы с главным тренером, мы здесь в одном здании на разных этажах, мы практически каждую неделю час на эту тему разговариваем. Кто, как, что, ну вот не могу сказать фамилии, но возможно вот на этом мартовском сборе кто-то бы из молодежной сборной был. По той простой причине, что, как вы правильно сказали, они себя проявляют и день их пришел, когда можно было с ними познакомиться. Во-первых, и познакомиться пора, ну естественно, у них нету отборочного матча, поэтому мы бы им не испортили, ну и естественно познакомились. Но так как сбора нету, значит нам пока нечем здесь, нечего обсуждать, потому что без личного знакомства, наверное, такие вещи сложно на публику обсуждать. При этом все равно ваш подход, что лучше не торопиться, лучше человека вызвать попозже. Хотя, если мы помним, например, Акинфейв появился в сборной в 17, Загоев в 17, там еще Измайлов, Сычев, Кержаков, все вызывались рано. И начинали себя проявлять. Сычев, Сычев, Кержаков вообще с вами ездили в 18-летний чемпионат мира. Я помню, а Головин в нашей сборной тоже в 20 появился, я ни разу не играл в молодежке. Ну вот, да. Ну, значит, потому что был готов. Был готов, и он приносил пользу. Вот если хоть в одном я его увижу, значит он будет у нас. Ну, мне вот из этого списка интереснее всего Матвей Сафонов, потому что действительно он играет очень классно, и он играет довольно зрело для своего возраста. Ну, видите, значит мы шире на вещи смотрим. Из этого списка можно еще в этот парочку, троечку человек добавить, нам они все интересны. Тебе только один, а нам... Не-не-не, я к тому, что именно сейчас кто мог бы помочь. Понятно, что интересны все. Дело в том, что это тот случай, когда я часто повторяю слова Великого Бесского, все надо делать вовремя. Потому что игрок появился не вовремя, не дай бог, не получилось, попадает под критику, и на этом мы заканчиваем. Фрукт, который ты сорвал рано, он или зеленый, или переспелый. Ну, вот переспелых нам не надо, а вот вовремя сорвать этот фрукт, это, понятно, момент такой. Молодой игрок, и тем более ваш брат, старается все время опережать события. Хотя могу вам гарантию давать, что мы-то их раньше знаем и видим. Ну, вам легче жонглировать всякими эпитетами, а наша задача дело делать, чтобы вы потом и критиковали, но критиковали после победы, а не после поражения. Хорошо, тогда завершая тему вратарей, вас часто подкалывают по поводу того, что вы вызываете вратарей осетин. Был Габулов, Джанаев, Джанаев даже дал недавно интервью, что Станислав сам же не враг себе, чтобы вызывать меня только потому, что я осетин. Есть какая-то связь в этом или нет? Никакой. Потому что тот же Джанаев появился в последнее время в сборной, потому что он хорошо играл за Сочи. Когда он не играл, его и не было. Ну, так, посмотрите внимательно, сколько его не было. Года два, наверное. Его не было долго, действительно, да. Ну, если человек себя начинает проявлять вратарь, а другие, наоборот, сдавать позиции. Ну, мы же внимательно смотрим. В Сочи великолепно играл, три пенальти подряд поймал. Ну, как, с одной стороны, а если я буду думать, что кто обо мне что подумал, ну, тогда, значит, не ту роль занимаю. Отлично. Продолжаем. Вопросы личного характера. У нас пошли от Максима Абкадырова. Вопрос. В какой из тех стран, где вы пока еще не были, хотелось бы побывать? Ой, а где я не был? А вы считаете, где были? Я не считаю, но... Ну, вот... В каких странах, где мы еще не играли... Нет, 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 где именно вы? Или не отдыхали? Вечер, часы не было. Отдыхать или работать? Я думаю, что скорее отдыхать, конечно. Ну, отдыхать, наверное, все-таки мы не так умеем. Работать мы больше любим и, надеюсь, и умеем. А так, ну, можно... В Бразилии, кстати, ни разу не был. В футбольной стране ни разу не был. Ну, так тоже бывает. Ну, возможно, там побывал. Не просто побывал, но на игру сходил и почувствовал. Вы сказали, что отдыхать не очень умеете. А вообще идеальный отдых для вас это что? Идеальный отдых. Это когда вся семья в сборе. Это уже отдых. Но лучше дома или куда-нибудь поехать? А это по ситуации. Мы столько ездим в течение года, что... Кстати, тут диссонанс иногда бывает, потому что домашние иногда сидят дома, а ты ездишь, и вот ты дома попал, им хочется, а ты уже от этих поездок уже, как говорится, вот здесь надо проявлять тренера, убирать главного и становиться примерным мужем и примерным отцом. Иногда это бывает сложно сделать, но стараемся. А так и на лыжах можно покататься, и погулять, и там, я не знаю, в театр сходить. Хотя так редко получается. Ну, в этом плане у меня супруга понятливая, поэтому проблем нет. Следующий вопрос от Андрея Чумаченко. Вспомните, как вы впервые попали в футбол, и что подвигло вас после футбольной карьеры стать еще и тренером? Это было так давно. Ну, понятно, не знаю, сколько лет, кто вопрос задает этот. Раньше был турнир «Кожаный мяч», где, наверное, я не знаю, 90% мальчишек участвовало в свое время. Я, естественно, играл и за школу, представлял школу, когда были какие-то региональные игры. Ну, так я туда и попал. Сразу встал в ворота. Ну, и пошло, почувствовал, что это мое. А почему? Нравилось именно отбивать мяч и не забивать? Все же хотят сначала забивать в детстве. Нравилось на результат влиять. Вратарь половины команды, вот это все. Так, хорошо, а по поводу тренерской карьеры сразу решили, когда заканчивали, что будете тренером? Ну, я закончил уже в 40 лет, поэтому уже к этому времени это кто-то в 25 заканчивает, да, и еще идет куда-то, не зная зачем. А когда тебе уже 40 лет, и ты вот потихонечку, я уже и тренерские курсы к этому времени, серии, лицензию B уже сделал, насколько я помню, потому что возможность была. Ну, и естественно, ты уже в 40 лет становишься по той или иной причине. Ну, вратарь вообще изначально смотрит все со стороны, как бы подсказывает, все время должен руководить. Так и здесь уже аккуратно с одного качества перешел в другое. При этом очень редко в истории были вратари, которые становились топ-тренерами. Дин Удзофа мы часто вспоминаем. Почему? Вы правильно говорите? Вратарь действительно смотрит со стороны, тренер тоже смотрит со стороны. Ну, есть арифметические моменты. Если в команде 25 футболистов, из них два вратаря, 23 футболиста. Наверное, если чисто арифметически посмотреть, наверное, пропорционально, ну, не может быть наоборот. А тренером вратарей вам не было интересно быть? Да, вы хотели всю команду тренировать? Нет, как-то я, честно говоря, даже об этом не задумывался. Хорошо. Денис Разумов спрашивает, какой момент вашей игровой карьеры запомнился вам на всю жизнь? Ну, какой момент? Ну, моменты запоминаются те, когда ты кубок выиграл, или там медали, или чемпионом стал. Вот эти моменты запоминаются. Так, просто игры, если про игру какую-нибудь определенную, говорит, понятно, против Марадона ты не каждый день играешь, тем более выигрываешь. Естественно, это запоминается. Против Мадридского Реала мы выиграли на Бернабеу, тоже такие вещи. А так, в основном, говорю, как есть, запоминаешь титулы, которые ты выиграл. Ошибки запоминаются, или старайся их забыть? Ошибок мы никогда не делали, мы только делали просчеты. Хорошо, давайте, просчет. Ваш главный просчет, Карин. Мой главный просчет, ну... Когда были вратарем? Ну, если я точно буду знать свои просчеты, ну, значит, мы уже переходим на другую ступень. Пока не могу до конца понять. Я вот просто отчетливо помню, я начал смотреть футбол где-то в 98-м году, и когда вы вернулись в «Спартак», была Лига чемпионов, помните, вы пропустили такой мяч, когда вам давали пас назад, поставили ногу, неудачный мяч, перепрыгнул. Это не я, это поле. Ну, тогда вот сильно переживали вообще? Да и вообще, когда игра идет, о чем можно переживать? Идеально. Во время игры надо делать свою работу. Следующий вопрос. Алексей Гусев спрашивает, сейчас наверняка во время карантина больше свободного времени, несколько советов, какие фильмы смотреть, какие книги читать, может, в настольные игры играете? Ну, настольные игры, он имеет в виду покер или что? Ну, например, «Монополия» есть. Это тоже настольная игра. Покер, я вот люблю покер. Нет, я в карты не играю, в настольные игры тоже не играю. Шашки, домино. Шашки, домино тоже. В «Спартаке», кстати, мы часто в домино играли, когда на сборах были. А так вот этим всем я не занимаюсь. Ну, естественно, смотрю телевизор, смотрю футбол, берешь карандаш там или что-то пишешь, анализируешь, кого-то вписал, потом же сразу вычеркнул. Ну, такая интересная работа идет. А так, у кого какой интерес. Ну, допустим, я стараюсь и дома. У меня есть двиговая дорожка, я и там могу побегать. Вчера я, допустим, бегал 45 минут. Поэтому так стараемся. Сейчас в тренде Чемпионат Беларуси единственный продолжающийся. Смотрите? Кстати, мы сейчас, чтобы успели посмотреть игру. Ну, а что? Во всяком случае, есть один футбол, австралийский, кстати, тоже. Там прерывают. Вот я первый тур посмотрел. А так, ну, посмотрим Чемпионат Беларуси и по нескольким турам мы можем определенный анализ сделать. Сделав анализ, понять, какой уровень. И, условно, игрок, россиянин, который себя будет проявлять, там забивать или еще что-то, можно реально оценить. А так, в газеты читаешь, что-то забил, 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 а ты не знаешь, на каком уровне это делает. Поэтому тоже есть плюс. Так что спасибо нашим белорусским братьям, что дают нам пищу. Вопрос от Анастасии Ермаковой. Во-первых, она вам выражает восхищение работы вашей, тем, что вы делаете. И она говорит, что ей кажется, такой атмосферы в сборной, в тренерском штабе, такого взаимопонимания не было в современной истории очень давно. Надеюсь, такая потрясающая атмосфера останется как можно дольше. Расскажите, как она появилась, эта атмосфера? Что вы для этого делали? Был это какой-то план по построению атмосферы или просто вот так с течением времени вы подбирали правильных людей, которые могли вместе сосуществовать? Ну, план, наверное, неправильное слово. Ну, естественно, я же мы, по-моему, я уже это говорил, что с 15 лет, играя во всех сборных, ты понимаешь, что было в то или иное время, когда мы достигали определенных успехов и была команда. Поэтому, понятно, формула успеха, она у нас есть, и стараемся по возможности этой формулы придерживаться. Понятно, ситуация, она разная бывает, но стараемся и подбираем тех личностей, которые в плане человечности, в плане профессионализма, ну, и в плане менталитета будут нам что-то давать. Мы-то точно знаем, что мы им даем. Это представлять страну, автоматически даешь имя, что ли, проявлять себя, а что мы взамен получаем, ну, вот об этом надо нам реально думать. А так, Трельский штаб у нас уже 10 лет вместе работает, тут изменений нет. И доктор с Гоев все время с нами, мы, естественно, без угла восставили, потому что он до этого работал и очень качественно работает Савин, Куличенко, Владимиров, которые до этого работали. Это те люди, которые уже, работая здесь, нам сразу какие-то вещи подсказали, чтобы мы время не тратили, что ли. Ну, и тот штаб тренерский, с которым мы пришли, ну, знают, тем более сами все были в то или ином качестве чемпионы, и Ромашенко чемпионы, и Гинтерас, Гинтерас вообще чемпион трех стран, по-моему, поэтому тот менталитет, который они имеют, они передают игрокам, и в этом плане у нас никогда проблем не было. Потом, тем более, домашний чемпионат мира, понятно, мы стратегию разработали в РФС, как нам быть более открытыми, что ли, доступными до определенного момента, чтобы нам и во время сборов и игр не мешали, а с другой стороны, мы много каких-то вещей делаем, приглашаем практически на каждый сбор и детей там, и, ну, приоткрываем какие-то вещи, футболисты достаточно открыты, понятно, мы им и сами подсказываем, сами подсказываем, что им надо в той или иной ситуации делать, ну, естественно, они сами инициативу проявляют, мы их не ограничиваем, ну, поэтому, вот какой-то такой у нас пинг-понг получается, ты туда, нам обратно, практически все игры, не практически, а все игры, ланшлаги, ну, значит, мы интересны, и вот этот интерес, наша задача, чтобы он сохранялся. К вам на улице часто болельщики подходят? Часто. Бывало такое, что ругали за что-нибудь? Бывало. Благодарят. Бывало. И сейчас, и благодарят, один благодарит, три ругает. Серьезно? Да. Я вот просто замечал такую тенденцию, что в интернете могут все что угодно писать, а в жизни чаще всего, наоборот, говорят хорошие слова только. Соглашусь с вами. Но, когда напротив стоят, как-то они более сдержанные, более разборчивы в словах. Ну, а так, ну, знаете, что изменилось? Могут ругать, но ругают любя. У кого есть дети, он понимает, о чем я говорю. Если раньше был такой, после чемпионата Европы, особенно первые месяцы, такая злоба в ругании, а сейчас ты ругая, тебя, как это, поддерживают. Вот это изменилось. Последний, наверное, вопрос из тех, что прислали вы, уважаемые зрители, болельщики сборной. Дарья Михайлова спрашивает, если бы не футбол и не спорт, в какой бы профессии могли вы себя представить? Ба. Вот напоследок обнулиться. Представляете, обнулиться и напоследок самый непростой вопрос. Даже не готов ответить. Ну, не знаю, что бы я делал. Скучали бы. Да, это точно. Вы вообще долго собираетесь еще работать тренером? Не понял вопроса, надоел или что? Нет, просто, ну, например, игровую карьеру многие заканчивают, 35-40. Тренером, кажется, может быть до бесконечности. Вот смотрите, я в интервью это пару раз сказал, что я закончил практически в 40 лет, но я не планировал. Но во время игры мы с торпедой играли в лужниках, и во время игры я уже вот там я почувствовал, что все, вот это последняя моя игра. Хотя никто об этом и не догадывался, не в семье, даже я сам об этом не думал перед игрой. ну вот, во время игры это почувствовал, это была моя последняя игра, все. Так что и здесь я не могу что-то планировать. День наступит, тебе ситуация сверху подскажет, Господь Бог имеется в виду. Да, вот сейчас мы видим, как легко может разрушиться мир, к которому мы привыкли и вообще как все быстро меняется. Но будем надеяться, что коронавирус отступит, что сборная России вернется. Больше вопросов нет, у меня еще масса вам вопросов, но я надеюсь, что я их вам задам до и после матчей сборной России, в которой мы с вами обязательно еще будем вместе проживать. Друзья, спасибо за вопросы и та ситуация, которая нас всех коснулась, наверное, мы отсюда к вам обратимся, потому что и президент FIFA Джани Инфантинов, и президент FIFA Александр Чеферин часто нам пишут, проявляют беспокойство и наша задача футбольной семьи подавать пример простому болельщику, нашему любимому, чтобы вели себя соответственно, сама дисциплина выходит на первый план, а мы, Россия, и россияне должны опять всему миру показать, что мы можем справляться с любыми недугами, пожалуйста, будьте бдительны, берегите себя, берегите родных, близких, соседей, ну и дальних родственников тоже. Удачи, мы верим. удачи, 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 Продолжение следует...